Поздравить спасателей с профессиональным праздником приехал начальствующий состав Главного управления регионального МЧС и председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мордовии Андрей Наумов. Начальник Республиканской аварийно-спасательной службы Владимир Охрёмкин продемонстрировал им технику, на которой сотрудники ведомства выезжают на вызовы. Затем гостей и виновников торжества ждала праздничная программа. С профессиональным праздником спасателей поздравил Сергей Репин. Мы много вместе взаимодействуем, работаем, всегда на первом плане. Вот это ваш серьезный, правильный, грамотный подход. Человек попал в беду, и тут приходите вы, как архангелы с небес, спускаетесь, приносите им самое главное – надежду, помощь и спасение. Серьезная работа. Спасибо вам за то, что вы делаете. Ну и с праздником поздравляю своей души. После выступления Сергей Репин вручил заслуженные награды спасателям, а вслед за ним слова благодарности за ежедневный и колоссальный труд произнес Андрей Наумов. Он подчеркнул, что аварийно-спасательная служба – это настоящая семья, в которой каждый может положиться на своего коллегу. А также отметил, что школу мужества в этом ведомстве прошел и его сын. Вы помните, сколько раз он здесь у вас посад подметал, машину, траву косил. Это нормально, это здорово. Вам просто хочу от души отцовское спасибо сказать за то, что благодаря вам, в том числе, мой сын пошел по этой же профессиональной дороге. Так что спасибо вам за службу. Затем председатель регионального комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям вручил сотрудникам ведомства дипломы и награды. Здравствуйте, что там? Свою садуще спасибо. Господа на память. Служу России. Еще одним знаковым событием этого дня стало открытие музея прямо здесь, на базе аварийно-спасательной службы. За годы работы экспонатов накопилось много, поэтому на само формирование экспозиции ушел всего месяц. Здесь у нас рации, которые мы обычно используем. Это пеленг. Когда обрушение здания, он используется для того, одевается. Есть еще такое понятие минут тишины. И вот минут тишины, вот с ним ходим. Либо собачки слушают, либо вот им. Спецтехника, снаряжение, экипировка – это далеко не все экспонаты музея. Здесь и предметы, которые спасатели привозят с выездов. К примеру, рога лося, найденные в лесу при тушении пожара, или наручники, снятые с нерадивых граждан. Случаев на памяти спасателей хватает. Все это делает их труд не только ответственным, но и интересным. И каждый из них точно знает, быть спасателем – это не работа, а призвание. Анастасия Целигина, Народные новости.